магазин шредер самая дешевенькая ручка из их канцелярии но перьевая и при открытии происходит шелчок за счет вакуума подтаскиваться будет чернила здесь идет один капсуль внутри который еще не пробитый мы его сейчас пробиваем все воздух пошел капсуль сел свое место пластик конечно жуткий но тем не менее есть резинка уплотнительная попробуем ну треугольник конечно не полный ну есть держать удобно но опять же отсутствует отверстие поэтому чернила трудно попадает в перо не могу понять да он открылся но все теперь должно нормально пойти не пор ничего нету но видно что дешевая вещь тем не менее это все пластик слышно что это дешевый пластик единственное что тут металлическая это вот этот скобка сделано кстати прикольно делает вакуум подтаскивая но не хочет она проливаться почему-то маленький шарик есть на конце но ручка который все-таки нужно будет привыкнуть магия не происходит уже откровенно начинает висеть попробуем залезть зазоры минимальные конечно но тем не менее сухо я просто не до конца продавил всего лишь на все значит тут второе место это под запасной капсуле пустота продавить то я продавил найти на них хочет упорно шарик болтыхается этаж прямо слышно шарик отскочил попробуем вакуумом вытащить тут кстати мощная резинка стоит казалось бы обычная дешевая вещь упорно отказывается наработать а чернила пошло чернила опять же родное уже прошло сюда нужно начать писать клякс не садят это уже хорошо не висит клякса и перо бумагу не царапает пока надо ему пропитаться хорошенько я думаю что не набирается перо вообще не хочет набираться может быть стоит подождать немножко на просвет можно будет посмотреть сколько осталось еще колпачок сзади надеваются то есть вы его уже не потеряете но упорно отказывается писать в принципе это нормально для 1 заправки ручки о пошли точки все нормально теперь мы и закрываем и будем тестить ну пишет мягко хорошо ну пишет мягко хорошо не цепляет мягко идет капли висящий не видно а да пишет мягко ну затемнение нет и других неприятных особенностей тоже на перерос если посмотреть тут видно ф точки не тут это напрягает здесь вот обычно должно быть отверстие для капли вернил ну и еще здесь вот обычный есть прорези на более дорогих ручках на которых чернила скапливается не стекает как здесь будет неизвестно в общем как то так пока для того чтобы писать пишет мягко не цепляет перу нормальная принципе все вообще замечательная как на обычных хороших китайских ручках даже на таких на германских такой же перу в принципе герберовская ручка у меня есть детская пишет нормально капли не видно поэтому пользоваться можно в принципе ссылка на магазин будет описание и и Продолжение следует...